Три способа создания UEFI загрузочной флешки Windows 10 Добрый день дорогие зрители канала, сегодня с вами EZSmart и в этом видео мы рассмотрим, как создать загрузочную флешку Windows 10 Ведь вы наверное хотите именно создать загрузочную флешку в режиме UEFI плюс GPT И именно загрузиться с него и установить вашу операционную систему Windows 10 А также в BIOS у вас должно поддерживаться режим загрузки UEFI Ведь новые компьютеры уже загружаются в режиме UEFI и вы можете установить операционную систему Но для этого вам нужно создать именно загрузочную флешку Мы будем создавать именно тремя разными способами эту самую загрузочную флешку в режиме UEFI Создание загрузочной флешки с помощью Rufus Подключаем флешку в наш USB разъем Наша флешка определилась Выбираем локальный диск C И вот наш образ Вам нужен образ Windows 10 У меня Windows 10 64 разрядная система И он не должен превышать 4 гигабайтов Если он превышает 4 гигабайтов То вы не сумеете создать UEFI загрузочную флешку Это обязательный параметр В сборках больше 4 гигабайт Поэтому используйте оригинальный образ системы Для создания загрузочной флешки вам понадобится программное обеспечение Rufus С помощью этого программного обеспечения вы сумеете создать загрузочную флешку Запускаем Rufus от имени администратора Здесь нам нужно выбрать ISO образ Диск или ISO образ Выбрать Выбираем наш образ Windows 10 Схема раздела выбираем GPT Здесь выбираем UEFI Файловая система FAT32 должна быть у вас И нажимаем Start Нажимаем OK И вот у нас пошел процесс создания загрузочной флешки UEFI загрузочной флешки Ждем окончания процесса Копирование выполнено успешно Можем все это закрыть Подключаем нашу флешку Включаем наш компьютер Нажимаем клавишу F2 для входа в BIOS Ведь нам нужно настроить BIOS для того, чтобы загрузиться в режиме UEFI Переходим вправо Выбираем PCI-ROM приоритет Legacy ROM выставляем UEFI Compatible ROM Первым в приоритете можете выставить вашу флешку А можете загрузиться сразу в Boot меню И оттуда выставить первым в приоритете вашу флешку Нажимаем клавишу F11 У меня это F11 Я выбираю UEFI USB 2.0 Не выбирайте просто USB Выбирайте именно в режиме UEFI Выбираем UEFI Происходит загрузка Windows 10 Создание загрузочной флешки С помощью WinSetup from USB Подключаем нашу флешку Наша флешка определилась Запускаем WinSetup from USB Я запускаю 64-битную версию Так как у меня Windows 7 64-битная Выбираем автоформат Ставим на него галочку Выбираем FAT32 Именно FAT32 нам нужно Так как мы создаем загрузочную флешку UEFI Windows 10 Выбираем Windows 7 8 10 Теперь нам нужно найти наш Windows 10 Вот наш Windows 10 Образ системы И нажимаем GO Здесь выбираем Да Еще раз нажимаем Да И у нас пошел процесс создания загрузочной флешки Windows 10 В режиме UEFI Наша загрузочная флешка создана Job Done Нажимаем OK Exit Подключаем нашу флешку В наш USB Включаем наш компьютер Нажимаем клавишу F11 Для входа в Boot меню Выбираем UEFI Именно в режиме UEFI мы загружаемся Не просто USB А именно UEFI Происходит запуск Windows 10 Создание загрузочной флешки UEFI С помощью командной строки Что делать если и эти способы вам не помогли создать загрузочную флешку Вы первые два способа использовали Но это вам не дало положительных результатов И ваша флешка все равно не загружается Как загрузочная флешка UEFI Windows 10 В этом случае вы можете сделать загрузочную флешку в ручном режиме Здесь придется в консоль вводить команды Поэтому давайте рассмотрим создание загрузочной флешки Вручную Именно с помощью командной строки Выбираем пуск Здесь вводим командную строку CMD Запускаем его от имени администратора Пишем следующие команды Diskpart ListDisk Теперь ищем нашу флешку Наша флешка под буквой I Именно эта флешка И эта флешка на 16 гигабайтов В списке ищем на 16 гигабайтов флешку Вот самая последняя Это у нас 6 диск Это на 14 гигабайтов Но это на 16 гигабайтов Наша флешка Смотрите и не отформатируйте ваш жесткий диск SelectDisk6 Выбран диск 6 Теперь нам нужно его очистить Client Очистка диска выполнена успешно Create Partition Primary Enter Указанный раздел успешно создан Это как основной у нас загрузочный носитель Теперь нам нужно его отформатировать Формат Пробел FS Равно FAT32 И быстрое форматирование Quick Enter Завершено в процентах Сейчас произойдет наше форматирование Программа Diskpart успешно отформатировала том Теперь его нужно сделать активным Теперь его нужно сделать активным Актив Enter Раздел помечен как активный Assign Назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно Лист Лист Волим Шестой том FAT32 Как сменный И вот наша флешка Съемный диск К Букву он уже сменил конечно Но это флешка Наша флешка И он помечен как активный Теперь мы можем отсюда выйти Exit Завершенная работа Diskpart И можем закрыть Нашу командную строку Наша загрузочная флешка создана Теперь нам нужно скопировать наши файлы С образа ISO Вы можете его распаковать с помощью Архиватора Winrar Распаковать его на флешку Можете просто открыть его Смонтировать куда-нибудь в Daemon Tools И просто скопировать все файлы Я просто буду его распаковывать с помощью Winrar Извлечь файлы Выбираю свою флешку И нажимаю ОК В итоге происходит распаковка в нашу флешку Файлы Windows Наши файлы успешно распаковались в нашу флешку Вот наша флешка И наши файлы Windows Давайте теперь загрузимся с той флешки Где мы вручную устанавливали Именно в ручном режиме создавали загрузочную флешку Подключаем нашу флешку Запускаем Нажимаем клавишу F11 Выбираем именно UEFI режиме В режиме UEFI Происходит запуск нашей операционной системы Нажимаем далее Установить Начало установки Я принимаю условия лицензии Далее выборочная установка Только установка Установка Windows на данный диск невозможна На выбранном диске Находится таблица MBR разделов В системе UEFI Windows Можно установить только на GPT диск Все верно Наша флешка загрузилась в режиме UEFI И никаких проблем у нас не возникнет Мы создали наши загрузочные флешки в режиме UEFI И теперь мы можем установить нашу операционную систему Только сконвертировав наши жесткие диски в режиме GPT После этого мы можем установить нашу операционную систему В режиме UEFI А если мы выберем просто USB То в режиме MBR мы можем установить нашу операционную систему А мы выбрали в режиме UEFI Поэтому мы можем установить операционную систему Подпишись Подпишись Мой друг на мой канал Ты подпишись И поставь Ты мне лайк Если видео тебе понравилось Субтитры сделал DimaTorzok